Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 21 главу Евангелия от Иоанна. Евангелие подходит к своему концу, и в предыдущей главе уже поставлена точка. Казалось бы, оно достигло своей цели, но затем добавляется еще одна глава, которая является фактически эпилогом. Именно эпилогом, в котором рассказывается в перспективе, что будет с Церковью, с учениками Христа спустя тысячелетия, не только сегодня, но и те времена, которые будут после нас. Восемь дней после воскресения Христа, наполненные явлениями воскресшего Христа, он проводит рядом со своими учениками. И после всего этого он опять является им на берегу Твериадского озера в Галилее, в том месте, где прошла их юность, первые встречи. Те места связаны с воспоминаниями у апостолов первых моментов проповеди, исцелений, усмирения бури, чудесного улова рыбы. И апостолы возвращаются к своей повседневной деятельности. Они опять становятся рыбаками в своих родных краях, вероятно вспоминают о славном своем прошлом. После этого опять явился Иисус ученикам в Своем Приморье Твериадском. И явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Обычный эпизод просто, не все одиннадцать учеников, лишь некоторые из них вместе оказываются на берегу. И в какой-то момент Петр говорит, а пойду-ка я ловить рыбу. И другие говорят, и мы с тобой пойдем. И наступает уже утро. Утро тоже особое указание на то, что это не просто время суток, а момент какого-то откровения. Они видят, что на берегу стоит некто. Ученики не узнали Иисуса. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Вероятно, его можно было бы принять за человека, который поутру приходит на берег для того, чтобы купить себе рыбы, и ждет рыбаков, которые вернутся с новым уловом. И тем самым он провоцирует учеников признаться. Нет, ночь прошла в бесплодных усилиях. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. И в этот момент происходит тоже какое-то чудо, какой-то инсайт, потому что Петр ничего не понимает. Но Иоанн что-то понимает. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. И Петр доверяет интуиции своего друга, и, услышав, что это Господь, он опоясался одеждой, ибо он был наг, как обычно рыбаки, в море, и бросился в море. Он поплыл к берегу. Другие ученики приплыли в лодке. Петру есть что сказать Христу в этот момент, потому что была ночь отречения, и он ждал этого момента для того, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Он торопится, и поэтому приплывает морем. А ученики добираются в лодке. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве сеть не прорвалась. И Иисус говорит им, приедите, обедайте. Из учеников никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Этот знак, что воскресший Христос, является как гостеприимный хозяин. Он приготовил обед, накрыл стол и зовет своих учеников разделить эту трапезу. Фактически, Таинство Евхаристии – это и есть та самая трапеза Господня. И поэтому очень многие указания здесь являются очень тонким намеком на реальность церкви. Церковь – это дом, в котором Господь, радушный хозяин, сеть, в которую попали 153 рыбы. И это не просто какое-то число, взятое на удачу. Некоторые толкователи считают, что это число народов, которые были известны в то время в древности. Поэтому это образ всей Вселенной, всего человечества, который оказывается в сетях апостолов. И при этом рыба никуда не исчезает, и сети, самое главное, не порвались. Это как некое пророчество о том, что церковь останется единой, неразделенной. И никто не смеет спросить у Христа, кто ты, потому что это было бы проявлением неверия и неуважения. Точно так же, как иудеи, прекрасно понимая, что перед ними Сын Божий, все-таки задают вопрос, кто ты и по какому праву ты совершаешь, что ты совершил. Но ученики этого не делают. Они приходят на берег и садятся за стол. Вот так в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. И следующий эпизод связан с моментом реабилитации Петра, поскольку он отрекся, он нуждается в прощении. И другой жест можно назвать инвеститурой. Петр получает особую миссию. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» В тот момент, когда Петр хотел поговорить с глазу на глаз, не получилось. Иисус его отсылает в лодку для того, чтобы он возглавил подсчет рыб. Теперь Христос берет инициативу в свои руки. И для того, чтобы Петр смог бы озвучить то, что лежит у него на сердце, Христос задает ему этот вопрос. «Ты любишь меня?» Это единственное, что имеет значение сейчас. И Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя?» Иисус говорит ему, «Спаси агнцев моих». Еще говорит ему, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя?» И в третий раз повторится тот же самый эпизод, и драматизм нарастает и нарастает. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Петр опечалился, что в третий раз спросили его, потому что тяжесть отречения совершенного греха тяготеет над ним. Это тень предательства. Но как некий знак прощения Христос принимает исповедание любви. «Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И Иисус говорит ему, «Спаси овец Твоих». Тем самым Петр получает апостольское помазание, инвеституру. Он становится первоверховным апостолом, и в нем сосредоточен вообще суть апостольского служения. Он станет камнем, на котором основана церковь. Церковь апостольская, она основана на апостолах, и апостол будет как такая архетипическая фигура апостольского служения. И дальше происходит пророчество о том, что ожидает Петра в этой жизни. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочет». При внешнем прочтении может показаться, что Христос цитирует какую-то народную мудрость, какую-то присказку, пословицу. Действительно, когда мы молоды и полны сил, мы хозяева своей жизни. Но приходит момент, когда мы стареем, слабеем и нуждаемся в помощи других, и уже не сами решаем, но за нас решают другие. Но в устах Христа в этот момент эти слова становятся пророчеством о том, какой смертью Петр засвидетельствует свою верность Богу. То, какой смертью Петр прославит Бога, войдет в славу воскрешего Христа. «И сказав все, говорит ему, иди за мной». Эти слова уже однажды были сказаны Петру кисарии после исповедания, когда Петр взял инициативу в свои руки, и Христу пришлось его поставить на место и сказать, иди за мной, знай свое место. Апостол — это тот, кто идет вслед за Христом. Ученик — это тот, кто идет вслед за своим учителем. В этот момент происходит странный эпизод. Петр оборачивается и видит другого ученика, отчасти своего конкурента, соперника, того ученика Христос любит больше. Миссия быть камнем церкви доверена Петру, но есть кто-то, кого Христос любит больше. Поэтому Петр спрашивает Господи, а что он? И Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И слово это пронеслось между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Помимо пророчества о судьбе Петра, здесь мы встречаем также пророчества о судьбе Евангелиста Иоанна. Это единственный из апостолов, который не умер мученической смертью, он страданиями засвидетельствовал свою верность Христу, но он прожил очень долгую жизнь, и это его пребывание, то есть он прожил до глубокой старости, и считалось, что Христос еще придет при жизни его учеников. И Иоанн был последним, кто еще ждал этого пришествия еще здесь, на этой земле, во плоти. Именно об этом говорится здесь. Но кроме того, здесь мы видим и другую очень важную деталь, того, как в церкви распределяются харизмы. Одно дело харизма Петра, харизма управления, власти в церкви. Другое дело харизма Иоанна, это харизма всех мистиков, монашествующих, созерцателей. И у каждого своя харизма, но никто из них, ни Петр, ни Иоанн, ни Мария Магдалина, которая получила привилегию первой увидеть Христа и быть апостолом апостолов, не хотят поменяться местами друг с другом. Каждый получает свое призвание, свое место в церкви, и на своем месте каждый может засвидетельствовать истину Христа. И заканчивается Евангелие как будто некой печатью, которая подтверждает подлинность всего, что мы с вами услышали и прочитали. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельствует его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». В действительности, Евангелие – это не только биография Христа. Евангелист Иоанн вообще не ставит перед собой задачу рассказать все, даже самые замечательные эпизоды жизни Христа. Он выбирает только семь чудес, семь знаков, которые позволят ученикам узнать, что перед ними действительно Сын Божий. Поэтому Евангелие Иоанна не ставит с собой задачи рассказать всю жизнь Христа. Кроме того, Евангелие – это открытая книга, открытая в том смысле, что все поколения верующих людей, все поколения учеников призваны написать свою главу. И поэтому весь мир не может вместить вот этого неписанного Евангелия. И поэтому и не имеет смысла все исчерпать в рамках одной книги. Таким образом, завершается это Евангелие, которое в Церкви считается духовным Евангелием. Евангелист Иоанн – любимый ученик Христа. И его Евангелие считается предназначенным не просто для начинающих людей, и не просто для людей, которые уже совершают какой-то важный путь в Церкви, совершают миссию среди неверующих. Прежде всего, это Евангелие обращено к духовным лидерам, к пресвитерам, к епископам, к людям, которые несут на себе особую ответственность в служении для общины учеников для блага Церкви. На портале Exeget.ru С вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...